А в Генштабе сегодня обнародовали новые данные о действиях российской авиагруппировки в Сирии. С начала операции совершено 5240 боевых вылетов. Среди главных целей наших летчиков нефтебазы и места добычи. Подконтрольный ИГИЛ группировки запрещены во многих странах, в том числе в нашей. Как отметил представитель Минобороны, благодаря точным ударам боевики лишились значительной части доходов от нелегальной торговли с сырьем. Но они пытаются искать новые маршруты контрабанды нефти в Турцию. Космическая разведка их установила. В квадрате А на турецкой стороне находятся 3850 бензовозов и больше грузных автомобилей. 200 из них движутся в направлении иракской границы, остальные сосредоточены на стоянках. В квадрате Б, в непосредственной близости от границы, отмечается 1660 бензовозов и фур. Из них на иракской территории 980 автомобилей, 680 на территории Турции. В квадрате В сосредоточено 4905 бензовозов. В квадрате Г – 1360 автомашин, ожидающих пересечения границ. За последнюю неделю было уничтожено 37 объектов по добыче и переработке нефти, используемых террористами. А также 17 колонн наливников, перевозивших нефтепродукты. Есть и новые данные об успехах наземной операции, которую при нашей поддержке с воздуха ведут сирийские войска. За неделю освобождены 5 населенных пунктов провинции Алеппо. В юго-восточном направлении армия движется на Эдлиб. Освобождается провинция Латакия, а под Дамаском бандиты находятся в плотном кольце правительственных войск. Дамаском бандиты находятся в плотном кольце правительственных войск.